Достаточно давить в одно место и ты уже здесь разваливаешься. На каждую гайку, на каждый полный болт найдет гайка. Побольше подписчиков, кто больше занимается медийной историей, и у того гонорары намного больше, чем у тех, которые не ведут соцсетей. Единицы получают от филёна и выше. Друзья, всем привет! Всех приветствую на канале Бодимания. И сегодня, как вы думаете, куда мы сегодня приехали? В Мекку армрестлинга, где тренируется один из лучших армрестлеров мира, Денис Цыпленков. Сегодня поборемся, посмотрим, спрогрестил ли я за полтора месяца в армрестлинге. Посмотрим на лучших игроборцев нашей страны и расскажем вам, как происходит тренировка в Мекке армрестлинга. Минутка рекламы. Компания Мастер на сегодняшний день является лидером в производстве спортивной экипировки в России и странах ближнего зарубежья. Более 10 лет компания создаёт прочную и надёжную экипировку исключительно из натуральной кожи высшего качества. Широкий ассортимент и безупречное качество продукции помогут спортсменам любого направления и любого уровня подготовки повысить физические возможности и улучшить спортивные достижения. Важная информация для спортсменов. Ремни компании Мастер допущены к использованию на соревнованиях по пауэрлифтингу всех федераций. Гарантия на продукцию Мастер составляет 10 лет. Возможность нанесения на продукцию вашего логотипа практически любой сложности и подбор любого цвета прошивки позволит вам подчеркнуть свою индивидуальность и стиль. Все полезные ссылки в описании, а по промокоду BODYMANIA скидка 20% для подписчиков и зрителей канала. Но промокод действует одну неделю, так что поторопись и не забудь указывать промокод в социальных сетях и на сайте. В принципе нормально, уже вторая неделя пошла тренировок. Вот вроде бы хотел отдохнуть, но вряд ли получится. В апреле, наверное, буду выступать. Пока непонятно с кем, но планирую. А так само чувство отлично, руки слегка побаливали. После второго поединка не то, что такие мысли, что что-то пошло не по плану, я ощутил, что тот реально такой мощный. Очень вот это его движение хорошее, что он глубоко лезет в крюк, реально хороший. Поэтому я понимал, что меня ждет и добавлял именно не только что выносливость, а именно силу. Потому что если бы эта практика показала, что не было бы силы, я бы не смог вытащить его из того места, где он меня поймал. Получается, с проигрышным положением. Нет, все уверенно, все четко, по плану, слава богу, все получилось. Имя? Не знаю, может быть Майкл тот получится. Посмотрим, пока общается. Общаемся, посмотрим, если условия всех устроят. Наверное, он будет. С кем тебе будет Agent Freight и как ты готов-не готов? С Алексеем Шредером готов-не готов покажет поединок. Вот. Знаю, что он крепкий, мы с ним давно знакомы. Кстати, наверное, один из самых первых роликов Будемания у меня был с ним. Спасаться как уход с кем по armrest? Как он? Нет. Armlifting, да. Да, верно. Я проиграл всем. Вот. Но я вырос. Правда, у нас все равно разница 10 плюс лет. Вот. Я думаю, будет сложно. Сложно. Вот. Опыт, наверное, у нас плюс-минус равный в armrestling. Надо тренироваться, готовиться, разминаться, пахать и показать красивое armrestling. Все болит, суставы болят. Ну, я думаю, что, как говорится, не первый раз веса начинаешь подбирать. Ну, и вплоть до того, чтобы ночью спать тяжело. Но тренируемся, все хорошо. Ну, у него углы сильные и хорошие. То есть, в принципе, и вверх тянет и может пробитой кистью постоять побороться. Такой универсальный спортсмен. Где угодно может, как говорится, сгрузануть. Ну, все секреты я вам не расскажу. Но все зависит от уровня соперника, от насколько он медийный. С этого надо начинать. Потому что, как мы знаем, сейчас в прошлом осталась вот эта история, связанная с спонсорами. Это уже небольшая часть тому, что вот имеется King of the Table и Eastless. Почему? Потому что у них платформа Core Sport. Основная, так скажем, доходная часть идет от Core Sport. Поэтому история, у кого побольше подписчиков, кто больше занимается медийной историей, у кого гонорары намного больше, чем у тех, которые не ведут сообщества. Единицы получает от миллиона и выше. Ты просто сегодня такую фразу, пока мы ехали сюда, сказал, со мной поборолся и загорелся этим. Я помню, мы снимали ролик на бодимании, где ходили с разными, боролись аттракционами по армаресу. Вот. И с Васей мы уже были знакомы, но вот именно на съемке первый раз на площадке близко сообщались. Потом поехали вместе, поборолись у Токарева. Вот. Я помню, как сейчас Вася мне поддался. Я думаю, я сильный, там, капец. Он мне оказалось, сколько? Мы должны были в 3-0 сыграть. Я раз борю, два борю, думаю, ну сейчас третий заборю, и раз, как в стену. Я понимаю, что он все это время не поддавался. Он говорит, нет, ты крепкий, говорит, молодец. Он просто меня три раза подряд. Зато он тебя замотивировал, ты уже думал, да, сейчас. И вот как-то мы потом сидели, кушали вместе. Он говорит, смотри, Макс, армаресу, это такая тема. Один раз и на всю жизнь. Ты один раз попробуешь, и все. Все, он у тебя на всю жизнь останется. Ты будешь гореть, хотеть. Так и случилось. Вот с тех пор я как бы просто я более-менее времени уделял. Ну, то есть все-таки больше фитнесу уделял, времени, чем армареснигу. Сейчас наоборот, больше армареснигу, чем фитнес. То есть больше, больше, больше. То есть реально как вирус. Я с тобой абсолютно согласен. Вот я сейчас полтора месяца прозанимался. Во-первых, это что-то новое. И здесь самое главное, что вот отличие там от бодибилдинга, у тебя соперник, он есть перед тобой, и ты можешь там раз в неделю, раз в две недели с ним бороться. Никак будет видно, что ты готовишься полгода, чтобы один раз выйти, потом ты опять в зале. А здесь у тебя, ну, есть проверить силу, и есть соперник, который здесь сейчас перед тобой. Это прям мотивирует вот это, чтобы стать лучше завтра его. И вот, кстати, на тот момент, когда у нас на бодибайне двигалась тема самых популярных все-таки фитнес-тематики, сейчас на первом месте, один из первых видосов, именно Василия Сорокина, Васи, по армареснигу у нас на канале, где он ходил, как ботаник, типа притворялся. То, что Мак делает, какой заливает, это реально, Мак, как можно сделать. Ну, ну, полагает, видимо. На самом деле, ну, ногами тоже, упор ногами обязательно, под разную технику, да, существуют разные виды упора. Единственное, ну, среди профессионалов, наверное, не будут считать, если две ноги отрываются от пола, это фол. То есть, если одна нога вот так вот упирается, вторая должна быть на полу. Для меня даже, ну, интересен армаресинг ребят, которые менее, ну, из других видов каких-то спорта. То есть, интересно посмотреть, как они, ну, растут. То есть, ты смотришь, насколько ему это интересно, и как он развивается. Что он, то есть, когда там уже пацаны техничные, понятно, что особо смотреть не на что там, кто успел, тот и съел, там, так, 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 все знают, как бороться. Вот интересно, когда вот они, ребята, только что нулевые были. Вот развиваются. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, ты вообще как бы борешься? Месяц. Месяц? Ну, есть потенциал, потому что, допустим, есть вещи, которые он сейчас вот мне понравилось, то, что он интуитивно перешел в правильную борьбу, почувствовал то, что соперник ослаб, и он туда залез прям ему в угол и победил его. То есть, это очень хороший знак. Это травмоопасно, да? Так-то хорошо, но углы расходятся, нельзя все собирать в кучу. Это травмоопасно, надо его так тащить на бля. Что-то держит. Да? В стенах, ну, как будто бы вообще ничего. Не, ну, надо, наверное, месяц это ни о чем. Надо просто смотреть, собирать все его. Так-так, ты крепкий. Руки крепкие. Ага. Можешь все, все, крепкий. Да, крепкий. Там, да, тебе достаточно давить в одно место, и ты уже здесь разваливаешься. Допустим, на такой момент, вот как я сейчас так показывал, допустим, у него, может быть, спина сильнее, чем у меня, бицепс. То есть, он должен, может быть, сильнее. Но, если я, ну, Борисе, да, если я ему раскрыл кисть, ну, ты бари, раскрыл кисть и стою просто, я отдыхаю уже. То есть, я, в принципе, отключил его в всю сильную сторону. Он сейчас закислится и проиграет. То есть, просто за счет того, что я ему пальцы раскрыл, у него уже создались проблемы. Поэтому сильные пальцы, это начало, начало, наверное, успеха в армрессинге. И смысл в том, что это одна из причин, только что я разобрал его. Конечно, то, что армрессинг, это не значит, что у него только пальцы там и летись крепкие. То есть, я сейчас рассказываю про какие-то моменты, про вот пришел, вот у него вот очень сильный хват, а всего остального нету, все, это не спасет. То есть, у него, как ты говоришь, просто сильный хват, а бицепса со спиной нету. То есть, он сильный хват держит, а я его спиной, допустим, разобрал. Ну, то есть, там куча моментов, которые нужно иметь в виду. И это, как говорится, против любого. На каждую гайку, на каждый пол и болт найдет гайка. Здорово поработали, отработали углы, кисть, под наблюдением профессионалов. Спасибо им огромное за то, что, опять же, позволяет нам сегодня быть сегодня с ними, тренироваться с лучшими. Уже, ну, достаточно много раз я тут был, и каждый раз я узнаю что-то новое, проверяю свои силы, свою, ну, где я стал сильнее, где я что-то упустил. Опыт, все приходит с опытом, нужно тренироваться, бороться и не пропускать тренировки. И делать это постоянно, если вы хотите, если ты хочешь, прибавлять в этом спорте. Спорт классный. Как в любом, важна регулярность. Вы были на канале Будемания. Подписывайтесь на Будеманию, на наши инстаграмы, и вам будет счастье. Не хейтитесь за кликбейт, да? Ну, здесь прибавления не будет. Все, ну, тогда хорошего просмотра.